Закономерность изменчивости и мутационная изменчивость В чём основные различия между модификациями и мутациями? Модификационная изменчивость сенотипическая, то есть не затрагивает генотипы. Поэтому модификации не передаются из поколения в поколение. Если фактор, её вызывающий, прекращает своё действие, то через какое-то время модификация может исчезнуть. Мутационная изменчивость представляет собой изменение генотипа, возникающее под влиянием факторов внешней и внутренней среды, относится к генотипической, то есть мутации передаются из поколения в поколение. В чём основные различия между модификациями и мутациями? Модификации носят адаптивный характер. Благодаря им организмы приспосабливаются к изменившимся условиям среды. Например, загар, образующийся при избыточной инсоляции, служит защитой глубоких слоёв кожи и других органов и тканей от сильного ультрафиолетового излучения. Это происходит благодаря пигменту меланину, который на Солнце образуется в коже в больших количествах. Мутации же далеко не всегда являются полезными. Часто они вредны для организма и снижают жизнеспособность особи. Модификации носят групповой характер. В одинаковых условиях все особи одного вида изменяются сходным образом. Кроме того, зная, какой фактор действует на группу организмов одного вида, можно предположить, в каком направлении произойдут изменения. Мутации возникают внезапно, ненаправленно. Один и тот же мутаген у разных организмов может вызвать разные мутации. Какие мутации вы знаете? Генные или точечные мутации затрагивают структуру гена, то есть происходит нарушение последовательности нуклеотидов молекулы ДНК. Например, нарушение последовательности нуклеотидов АГГЦЦА может быть связано с потерей. АГ-потеря ЦЦА с добавлением АГГЦЦЦА или заменой АГЦЦЦА одного из них. Результатом генных мутаций является образование нового белка. Даже один измененный нуклеотид может оказать большое влияние на жизнеспособность организма. Если новый белок, появившийся при участии мутантного гена, будет сильно отличаться по своей структуре и свойствам от первоначального, организм может погибнуть. Несущественные изменения в белке не отразятся на жизнеспособности особи. Хромосомные мутации связаны с изменением структуры хромосом. Структура хромосомы изменяется при нарушении порядка расположения вне гена. Так, правильная последовательность АГЦДЕС при утрате участка может превратиться в А-потеря ЦДЕС, а при внезапном удвоении АБЦДСЦДЕС могут быть и другие изменения. Число хромосом также подтверждено изменениям. В этом случае имеют место так называемые геномные мутации. Геном – это совокупность генов, характерных для гаплоидного набора хромосом в организме определенного вида. Если число хромосом удваивается, утраивается, то есть увеличивается на целые хромосомные наборы, то речь идет о полиплоидии. Возникает полиплоидия в результате нарушения расхождения хромосом в миозе. Хромосомный набор может увеличиваться или уменьшаться на 1-2 и более хромосом. Такие мутации, как правило, влекут за собой нарушения в строении и функционировании жизненно важных систем органов. Болезнь Дауна – классический пример подобной мутации. У людей с таким заболеванием в 21-й паре – 3 хромосомы. Чем можно искусственно увеличить число мутаций? Число и многообразие мутаций можно увеличить, используя мутагены. К мутагенам, факторам, вызывающим мутации, относятся в первую очередь ионизирующие излучения. Радиация увеличивает число мутаций в сотни раз. Мутагенами являются также ультрафиолетовая радиация, различные химические соединения, в том числе токсичные для организма вещества. Такие мутации встречаются чаще, полезные или вредные. Так как мутации и нарушения отрегулированы в течение миллиона лет естественным отбором генотипа, то в основном они вредны для организма, даже нередко приводят к гибели особи. Иногда мутации могут быть выгодны организму в определенных условиях. Например, на островах часто сильные ветры и летающие насекомые гибнут. Но в этих условиях, благодаря мутациям, появились бескрылые формы, которые оказались в более выгодных условиях, чем насекомые крыльями.